Продюсерский центр «Русская гармония» и Александр Ганичев представляют Русская народная телепередача «Гармонисты России». Здравствуйте, уважаемые телезрители, друзья, любители русской гармонии, Баяна, в эфире русская народная телепередача «Гармонисты России» на телеканале «Жарптица». И сегодня в гостях у нашей телепередачи по многочисленным просьбам заслуженный артист России Сергей Войтенко. Я приветствую категорически. И Александр Ганичев сегодня тоже. И мы, вот у нас интересно получается, мы стали сотрудничать с Сергеем уже второй год. Еще года нет. Нет, второй года нет. Года нет, да. Мы с тобой уже на Кропале 30 с лишним песен. Да, написали около 30 песен за этот год. И стараемся показывать нашим телезрителям наши авторские песни, то есть мои стихи, музыка и исполнение Сергея Войтенко. И сегодня мы решили снова такую же передачу сделать, уже с немножко другими песнями. И вот первую песню, Сереж, давай исполни, а я буду получать только рядом удовольствие. Пишите своим любимым. Я бы сначала рассказал про эту историю. История, а как песня написана? Я был на линии фронта, на линии соприкосновения огня, прямо в окопах. И мы когда, это было 24 декабря, и мы с ребятами там сидели, и они говорят, а мы им привезли письма с Родины. И они говорят, для нас это вот отдушие. То есть для нас это самое такое время, когда мы можем просто вернуться мыслями домой. И эти письма, они их охраняют. Это как талисман. Они, знаешь, их кладут в карманчик себе в бронежилетку и идут воевать. Вот, и потом, я когда приехал оттуда, я тебе позвонил, сказал, слушай, есть такая тема вот с ребятами, что они пишут письма домой и читают письма из дома. И для них это прям вот такое священное время, когда им, они благодаря этому, знаешь, они живут. Они живут для того, чтобы вернуться домой. Вернуться домой и чтобы их обнять своих родных и близких. И вот когда ты позвонил, а у меня же хранятся треугольные конверты, треугольные письма. Может быть, там 4-5 писем моего деда, погибшего на фронте, который в 43-м году погиб, и похоронен он в Смоленской области. И вот эти письма написаны простым житейским языком. Здравствуй, жена, вот расскажи мне про то, расскажи про это. Я тебе вот хочу рассказать, что у нас вот здесь вот так вот все нормально там и так далее. Некоторые вещи там цензурой военной были просто там номер части, бывало написан, замаранный карандашом. Но в основном вот такие простые житейские письма. И когда ты мне сказал, давай вот напишем песню, пишите своим родным, пишите своим любимым, мне достаточно легко было писать, потому что как бы это внутри меня сидит. Да, это внутри каждого человека сидит, потому что у каждого из нас, наверное, есть погибшая в Великую Отечественную войну. И у каждого хранятся дома в архиве треугольные письма с фронта. И поэтому я вот написал такие стихи. И опять же, к вопросу о том, как быстро пишется песня, да, вроде бы, да, надо бы говорить, ой, как я сидел, сидел вот там три дня и три ночи писал. Конечно, нет. Это буквально написалось, может быть, там в течение часа-двух. И музыку ты написал тоже быстро. Пишите своим любимым. Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой и весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. Сто приветов бабуле и деду. Напиши много льна зиму дробь. Не волнуйся, я скоро приеду. Еще далеко до весны. И путь боевой будет длинным. Пишите своим родным, своим родным. Пишите своим любимым. Растают невзгоды, как дым. Мы будем жить Богом хранимым. Пишите своим родным, своим родным. Пишите своим любимым. Здравствуй, бать, ты мать береги. Ты же мудрый, ты все понимаешь. На пороге отчизны враги. Сам служил и прекрасно все знаешь. В стороне оставаться нельзя. В это трудное, грозное время. Здесь со мной фронтовые друзья. Передай маме. Пусть не стареет. Еще далеко до весны. И путь боевой будет длинным. Пишите своим родным, своим родным. Пишите своим любимым. Растают невзгоды, как дым. Мы будем жить Богом хранимым. Пишите своим родным, своим родным. Пишите своим любимым. Здравствуй, милая, свет моих дней. Лебедь белая, лебедь белая, лебедь белая, лебедь белая. Я укроюсь любовью твоей. И ты ждешь меня. Богом хранимым. Пишите своим родным, своим родным. Пишите своим любимым. Еще далеко до весны. И путь боевой будет длинным. Пишите своим родным, своим родным. Пишите своим любимым. Растают невзгоды, как дым. И мы будем жить Богом хранимым. Пишите своим родным, своим родным. Пишите своим любимым. Пишите своим родным, своим родным. Пишите своим любимым. Пишите своим родным, своим родным. Пишите своим любимым И вот Все же женщины военные присутствовали В театре армии Классно было вообще, классно и трогательно Знаешь, где я не пою эту песню, везде люди плачут Так что спасибо тебе огромное Я тебе после каждой песни буду спасибо Тогда спой для меня Ты уже исполнял Подожди сейчас по поводу этой песни Мы же сделали клип Мы взяли кадры от военных как раз Как они возвращаются домой Как они служат там, возвращаются домой Смотрите, да, клип можно вообще смотреть в интернете Но спой для меня Спой для меня песню Историю я уже рассказывал В прошлой передаче о казаке России Которую я написал в Крыму Сидя у берега моря Отправил тебе Подумал такие, что же Вроде Крым, но надо же про Россию И решил про всех казаков Но скоро казаки Было у меня четыре строчки, ты вспомни Было четыре строчки Я тебе их отправил Казаки России, родина и оплод Нет, что-то там в припеве Я уже не помню Казачий край, станицы до поля Казачьи песни, поля и простор Пусть казаками славится земля От южных гор до северных озер Да, да, да От южных рек Рек до северных Или наоборот Вот, и я тебе отправил Ты говоришь, с этого может получиться песня С этого и пошло С этого песня получилась Поэтому для наших телезрителей И скоро запоют все казаки России эту песню Они уже дерутся Уже дерутся за песню Уже дерутся Казаки России Кому петь, да Казаки России Казаки кубанские Казаки донские Цверское казачество Шашки на колон Казаки сибирские Волжские лихие Казаки России Родины Облот Казачий Край Станицы До поля Казачьи Песни Воля И простор Пусть казаками Славится земля От горных Рек до северных Озер Пусть казаками Славится земля От горных Рек до северных Озер Удаль Залехватская Сабля Боевая Строевая Конница Да Призы Вперед Охранять Отечество Долюшка Такая Казаки России Родины Облот Казачий Край Станицы До поля Казачьи Песни Воля И простор Пусть казаками Славится земля От горных Рек до северных Озер Пусть казаками Славится земля От горных Рек до северных Озер А казачки Статные Верные Подруги Люба Жить Казаченьке На душе Тепло Наша Слава Ратная Да По всей Округе Казаки России Родины Облот Казачий Край Станицы До поля Казачьи Песни Воля И простор Пусть казаками Славится земля Славится земля От горных Рек до северных Озер Пусть казаками Славится земля От горных Рек до северных Озер Пусть казаками Славится земля От горных Рек до северных Озер Пусть казаками Славится земля От горных Рек до северных Озер От горных Рек до северных Озер Все В эфире руссконародная телепередача Гармонисты России на телеканале Жар Заслуженный Артист России Сергей Войтенко Снова мы Показываем Дорогие друзья Нам наши Авторские Песни На моей Стихи И нам Показываем И телезрителям Показываем Да И песни пишутся Абсолютно по-разному Бывает Вот Сергей Мне напишут Вот на такую Тему Нужны Такие Стихи Нужна Какая-то Песня И я Уже Стараюсь Что-то Написать И отправить Обыват И сам Напишу Стихи И отправлю Мне очень много Пишется Как ты помнишь В прошлой передаче Говорил Горшочек Не вари Больше Горшочек Не вари Я не успеваю Из-за того У меня Столько текстов Уже твоих Их там Наверное По 70 100 Наверное 100-то нет А написали Мы только 30 Снимали Но тем не менее Горшочек Продолжают варить Но без этого Никуда не денешься Понимаешь И Вот Написал я Такое Стихотворение Песню С припевом Лирическую А мне бы Потому что Каждый из нас И ты И я И многие из наших Телезрителей Иногда вот Сидят и раздумывают А вот Мне бы вот это А мне бы вот это Мне бы Мерседес Мне бы Квартиру Да Кому чего Понимаешь А мне бы денег А мне бы здоровье Вот И у каждого Есть вот это А мне бы И поэтому Получились вот такие стихи А ты Написал музыку Давай покажем Нашим телезрителям Песню А мне бы Но в этой песне Что самое главное Здесь Нет Того самого Настроя Потребительского Здесь как раз В этой песне Любовь к родине Любовь к жизни Поэтому Давайте ее послушаем И вы все сразу Сами поймете Александр Молодец большой Такие Такие тексты Сейчас очень нужны И такие песни Считаю тоже очень нужны А мне бы А мне бы написать песню Любовь твою лови из взгляда А мне бы идти с тобой вместе А мне б шагать с весной рядом А мне б хотелось стать птицей А мне б увидеть бы не были А мне б вернуть друзей лиц Которые ушли в небо А мне бы А мне бы А мне бы Счастья моей Отчизне Как в детстве Как в детстве Звездное небо Как в юности Радость жизни Радость жизни А мне б перешагнуть заметь И в жизнь свою зайти с тыла А мне бы заглянуть в память И вспомнить что со мной было А мне бы переплыть в море А мне бы поворот Волны А мне б найти судьбы Волны А мне б стакан воды Волны А мне бы 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 Счастья Моей Отчизне Как в детстве Как в детстве Звездное небо Как в юности Радость жизни А мне бы Разделить поле Разведут горизонт Шире А мне бы Разделить долю Моей страны И жить в мире А мне бы А мне бы А мне бы Счастья Моей Отчизне Как в детстве Как в детстве Звездное небо Как в юности Радость жизни А мне бы А мне бы А мне бы Счастья Моей Отчизне Как в детстве Как в детстве Звездное небо Как в юности Радость жизни Радость жизни Радость жизни Радость жизни Силен ты, друг мой, я тебе скажу. Тебе спасибо за такие действия. Силен. И, конечно, я очень надеюсь, что наши телезрители телеканала «Жар-птица» получают огромное удовольствие от общения с таким великолепным артистом, исполнителем и композитором. Теперь немножко давай поменяем тематику. Настроение. Да, и настроение. Всегда стараемся чередовать грустную песню, веселую песню. И покажем еще одну новую песню, которую написали мы с тобой специально к юбилею Михаила Захаровича Шапутинского, который уже прошел с огромным успехом в Москве. Эта песня была исполнена, поэтому мы ее берегли, эту песню, для юбилея. А вот сегодня... Тайное оружие. Да, 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 тайное оружие. Как сармат. И причем, да, получилось как. Зал встал. Мне Сергей звонит и говорит, слушай, давай подарим песню Шапутинскому, давай. И я опять же написал быстренько текст, немножко чуть подправили, показали Михаилу Захаровичу. Он был очень счастлив. Песня называется «Ахмиша-миша». Я ему прислал, он говорит, ты знаешь, на самом деле Михаил Захарович очень, человек очень аккуратно, скажем так, разговаривающий. Он подбирает такие какие-то необычные, необычные, необычные словообороты, что ты, вроде как бы он тебе и отказал, но в то же время ты счастлив. Ты счастлив. Вот. Мы когда, я когда ему прислал, я подумал, что он как раз ее... Сам исполнит. Сам исполнит. Он говорит, Сереж, ты понимаешь, песни хорошие, но я, говорит, не могу сам про себя петь. Вот поэтому эта песня, скорее всего, она как бы, ну вот, не пройдет, не пройдет, да, не прозвучит. И я как бы расстроился тебе, перезвонил, помню, что-то... Да, мы поправили уже другого от третьего лица. Да, мы поправили от третьего лица, переслали ему, он говорит, слушай, хороший вариант, но у меня уже в концерте все расписано, вот поэтому я не знаю, сможет ли эта песня туда встать. И при разговоре мы разговариваем, он говорит, давай я спою твою песню на стихи Иоанна Овчинникова «Шарфик», потом ты выйдешь ко мне, мы споем дуэтом, а потом ты выйдешь и споешь эту песню. И он только что до этого говорил, что эту песню не споешь. Никуда, да? Он говорит, о, хорошая идея, давай мы прям целый блок на тебе устроим, что ты просто выйдешь как композитор и как исполнитель, и заодно поспоешь про меня эту песню, а я пойду отдохну. И вот эта песня. Вот, видишь, интересно, я был в зале, это, конечно, был полный такой вот восторг у людей. Ну, покажем людям уже. Давай. Ах, Миша, Миша. Ах, мальчик из московского двора По жизни шел наперекор ветра Там пели песни с ночи до утра И поднимали тост за милых дам Ах, Миша, Миша, Михаил Захарыч Да неужели этот мальчик и ты? А на бульваре пацаны с гитарами Как прежде дарят девушкам цветы А на бульваре пацаны с гитарами Как прежде дарят девушкам цветы Гастроли люди Гастроли люди, как в цветном кино И лезь и песня свет твоей души А на бульваре пацаны с гитарами Как прежде дарят девушкам цветы А на бульваре пацаны с гитарами Как прежде дарят девушкам цветы Шагаешь с песней по родной стране И левый берег дона И левый берег дона ждет и ждет А Пальма да Майорка лишь во сне К себе он огнями яркими зовет Ах, Миша, Миша, Михаил Захарыч Сбылись твои заветные мечты А на бульваре пацаны с гитарами Как прежде дарят девушкам цветы А на бульваре пацаны с гитарами Как прежде дарят девушкам цветы Ах, Миша, Миша, Михаил Захарыч Сбылись твои заветные мечты А на бульваре пацаны с гитарами Как прежде дарят девушкам цветы А на бульваре пацаны с гитарами Как прежде дарят девушкам цветы Все! В эфире русско-народная телепередача Гармонисты России на телеканале Жар-птица Заслуженный артист России Сергей Иванович Бойтенко Я уж так Я уж даже Мы сейчас такую песню будем Простою русско-народную песню А ты этот Сергей Иванович Попроще надо Опять же история песни Песня называется Наши русские блины Я был у себя в Новой Старине Скажу для тех, кто не знает Вологодская область Деревня Новая Старина Мой родительский дом Родительский дом? Да, да, да Родительский дом И я туда приезжаю И вот бабушка когда-то Научила меня печь блины Я еще был совсем А ты мерзаяц такой В это время я был голодный Он мне присылает эти блины Как он их печет У меня слюна до пола Нас не кормили целый день Мы были причем там Я их пеку почти 50 лет Ты понимаешь Потому что Вот было время Когда бабушка пекла А я съел эти блины С удовольствием Там с волнушками С тем с этим А потом время-то прошло И я бабушке В очередной раз Она у меня через дорогу жила Я к ней прибегаю Бабушка блины Бабушка А она говорит А я не могу Я говорю А почему? Она говорит А я старая стала Мне у печки жарко Я говорю Тогда учи И она меня научила И у меня вот эти Сохранились до сих пор Две сковородки Чугунные сковородки Блины пекутся На открытом огне Я вот тебе прислал Когда ты голодный был Надо обязательно Этот кадр вставить Вот сейчас в программу Чтобы у людей Тоже пошла слюнка Как ты там их печешь Достаешь из печи И я буквально Наверное Минут за 10 Вот мне пришло в голову Что А надо бы написать Про Моя бабушка И вкусница И я пошел И быстро-быстро-быстро Накидал текст А я был без баяна Я просто сразу уже Ты был вообще где-то На аэродроме На каком-то В Ростове И ты мне напел Без баяна Просто напел уже Без баяна Да, без баяна А потом прошло время Добрался до баяна И получилась песня Стихи Александра Ганевича Музыка Сергея Войтенко Наши русские блины Поехали Печь горит Пахтит Волнуется Первый луч Из-за стекла Наша бабушка Искусница Для меня Блины пекла И рецепт Всем очень нравится Он из далекой старины Хлеб мак Соль, вода, мука До яйца Наши русские блины И рецепт Всем очень нравится Подсказывай Нам из далекой старины Соль, вода, мука До яйца Наши русские блины Мы к блиночкам С уважением Будем вместе смаковать Ах, какое наслаждение Их с волнушками Макать И рецепт Всем очень нравится Он из далекой старины Соль, вода, мука До яйца Наши русские блины И рецепт Всем очень нравится Он из новой старины Соль, вода, мука До яйца Наши русские блины Танцуют все И блины из печки славные Я пеку который год Есть мгновение жизни главное Память детства моего И рецепт всем очень нравится Он из новой старины Он из новой старины Соль, вода, мука До яйца Наши русские блины И рецепт всем очень нравится Он из далекой старины Соль, вода, мука До яйца Наши русские блины И рецепт Всем очень нравится Он из далекой старины Соль, вода, мука До яйца Наши русские блины И рецепт всем очень нравится Он из новой старины Соль, вода, мука До яйца Наши русские Вологодские Новгородские Ярославские И рязанские И уральские И сибирские И амурские И самарские Наши русские блины Наши русские блины Ох, класс Ну вот теперь на Масленицу Есть готовая песня Поэтому, дорогие наши зрители Берите и пойте Про наши русские блины Ну и конечно Давай Спой, Сережа, еще Постовой Алешка Классная песня получилась И песен-то для юношества Для подростков Практически ведь нет Из современных авторов Кто бы вот написал Именно чтобы петь могли дети И постовому Алешке Ну, наверное, мы написали уже месяцем 10 тому назад Ему было 8, сейчас ему уже 9 лет А, ну да, 9 лет Ему уже исполнилось Да, исполнилось И я знаю, что и коллективы берут эту песню, поют Да, вообще история этой песни такая, что ты мне прислал текст Я, ну, сочинил музыку и сразу отправил своим друзьям в Луганск Это было летом прошлого года 6 июня я им отправил А 9 июня они мне присылают уже Под мою запись, под баянную Присылают уже клип с готовым танцем Там детки луганские сразу же все сделали Вот, потом мы сделали аранжировку И с ними уже полноценно сделали клип Пригласили их в Россию Вот, они приехали к нам на галоконцерты «Душа баяна» В Самаре был большой-большой фестиваль Вот, снимало все это центральное телевидение И они у нас участвовали в моем номере Вот, поэтому вот эта песня про новый символ нашей страны Постовой Алешки Поехали! Паренек Алешка Юн и ростом мал С флагом на дорожку Часто выбегал Под гудки клаксонов словно на парад Ехали колонны боевых солдат Каждый день Алешка на посту Он встречает доблестных бойцов Шлемофон увидишь за версту Как у славных детов и отцов Шлемофон увидишь за версту Каждый день Алешка на посту На посту Алешка смелый Не по годам Вот бы на гармошке Он еще б сыграл Восемь лет от роду Он стоит и ждет В сной и непогоду Техника идет Восемь лет от роду Он стоит и ждет В сной и непогоду Техника идет Каждый день Алешка на посту Он встречает доблестных бойцов Шлемофон увидишь за версту Как у славных детов и отцов Шлемофон увидишь за версту Каждый день Алешка на посту Боевой парнишка Добрый смелый взгляд Будет у мальчишки В жизни свой парад У виска ладошка Родины и сыны Стал боец Алешка Символом страны У виска ладошка Родины и сыны Стал боец Алешка Символом страны Каждый день Алешка на посту Он встречает доблестных бойцов Шлемофон увидишь за версту Как у славных детов и отцов Каждый день Алешка на посту Он встречает доблестных бойцов Шлемофон увидишь за версту Как у славных детов и отцов Шлемофон увидишь за версту Каждый день Алешка на посту Русская народная телепередача Гармонисты России Заслуженный артист России Сергей Войтенко Снова поем мы наши с тобой, Сережа, авторские песни И вот одна из самых-самых последних песен Которую мы написали Как я говорю Пока предпоследняя Песня написана три дня тому назад Всего лишь Песня называется Переживем Вот почему-то Пришли мне в голову Вот эти вот строчки Что переживем И люди-то наши Все время повторяют Что я Что ты наверняка Вот что-то случится допустим Так вот подумаешь иногда Ну что сделать-то Переживем И то переживем И это переживем И люди так же рассуждают Переживем Я написал стихи Отправил тебе вечером Спокойно лег спать В десять утра Спокойно открыл интернет И увидел готовую песню Было так-то дело, да? Она уже была в чате у меня И там уже сразу Это я спал еще пока Понимаешь? Она уже была Песня Переживем А на самом деле Все переживем Все перемирится Все крутится Вертится Помнишь? Там была песня И переживем На самом деле так и есть Поехали 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 Теряга unclear Поехали 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 Свобы Чего-то ждешь, прогнав печаль От безголовья Переживешь, переживешь Вот только дай нам Бог здоровья Вместе Чего-то ждешь, чего-то ждешь, прогнав печаль От безголовья Переживешь, переживешь Вот только дай нам Бог здоровья Чего-то ждешь, чего-то ждешь, прогнав печаль От безголовья Переживешь, переживешь Вот только дай нам Бог здоровья Переживешь, переживешь Вот только дай нам Бог здоровья Здоровья вам, дорогие наши телезрители Здоровья Сергей, тебе слово Пожелай нашим телезрителям Я хочу всем пожелать, чтобы вы, так как в этой песне, просто знали, что все перемелется, все переживется Если сегодня тучки, значит завтра обязательно будет солнце Если сегодня ветер, значит завтра обязательно будет хорошая погода Так в жизни бывает всегда, то полоса белая, то не сильно белая Вот я вам желаю, чтобы у вас таких полос не сильно белых было поменьше и побольше белых полос Счастья вам, удачи, благополучия и просто верьте в то, верьте в лучшее, что завтра настанет светлый день И это будет ваш день, который вы будете благодарить, за который вы будете благодарить Бога Всего вам доброго, дорогие друзья, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Продюсерский центр «Русская гармонь»